Научные семинары с участием доктора технических наук Виталия Степановича Северянина студенты стараются не пропускать. И это не преувеличение. Доклады этого преподавателя от Бога всегда увлекательны и информативны, полезны и разносторонни. Трудоголик по своей натуре даже день своего юбилея 80-летия провел в стенах родного технического университета, как всегда за работой. Однако на этот раз помимо главных слушателей студентов на семинаре многочисленные коллеги и просто те, для кого Виталий Степанович Северянин является примером. Участники встречи обращались к профессору со словами поздравлений, выражали восхищение его деятельностью. В торжественной обстановке известному ученыму были вручены почетные грамоты от Министерства образования, а также от администрации Московского района города Бреста за большой вклад в подготовку специалистов. Мне приятно даже в других городах встречать своих бывших студентов. Они меня узнают, здороваются и спрашивают, как делать, а что новое. И я им стараюсь рассказывать, что у меня новое, а у меня бывает много нового. Виталий Степанович посвятил научной деятельности не один десяток лет. Среди его главных достижений – разработка и исследование нового способа сжигания топлива, пульсирующего горения, открытие неизвестных ранее физических закономерностей, математических формул, конструкционных решений. Идеи изобретателя явились новым шагом в энергосбережении, поспособствовали большому движению вперед в этой области. Не одно поколение студентов белорусских вузов обращались к научным публикациям ученого, к его разработкам и открытиям. Брестским студентам посчастливилось лично познакомиться с талантливым преподавателем и перенять у него бесценный опыт. Изобретатель всегда был открыт для общения и рад научить и приоткрыть новую страницу в области такой науки, как энергетика. Вот и к знаковому семинару Виталий Степанович подготовился основательно. Как и прежде, его целью было увлечь и заинтересовать студентов. Стоит ли говорить о том, что это ему удалось? Я апологет ядерной энергетики и всех стараюсь убедить, что это хорошо, что это здорово. Во-вторых, я показываю, чем можно, так сказать, у нас на местах, так сказать, маргинальный уровень показать. Например, солнечный охладитель воздуха. Интересная очень вещь. Три теплогенератора, вы не знаете, что это такое. Это тоже очень интересная вещь. И сейчас над этим мы работаем. Я хочу привлечь молодежь. И привлекают. И вроде бы они откликаются. София Бережная, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.